Привет всем! Хотела поговорить в этом очень коротком видео. Во-первых, о продуктах для ногтей, от которых я избавляюсь в своей коллекции. А во-вторых, о продуктах, которые я только что добавила в свою коллекцию. Итак, начнем, наверное, с тех продуктов, от которых я избавляюсь. Два из них я прикончила, и два из них я передаю кому-то другому. Те, которые я прикончила, еще, конечно, появятся в моих пустых баночках в будущем. И обязательно я о них вам более полное представление дам. Итак, что я закончила? Я закончила вот такой вот топ-код от Essie. Называется он Gel Setter. Он должен как бы быть похож на гелевые покрытия, которым вы покрываете ногти, чтобы они были немножечко более такие пухленькие, плотненькие, желейные. Вот. Я люблю именно такого рода покрытия. Я очень долгое время пользовалась Sashwit и люблю Sashwit. Но время от времени пользуюсь чем-то новеньким. И вот этот вот топ-код от Essie мне довольно-таки понравился. В нем не было каких-то особенных, привлекательных черт. Однако он был на хорошем уровне по всем категориям. Сохнет он со средней скоростью. Даже немножечко быстрее, чем средняя скорость, я бы сказала. Не то, чтобы так быстро, как Sashwit. Нет, конечно, но все же недолго сохнет. Выглядит он довольно-таки гелево на ногтях. Носится довольно-таки средне тоже. Я все равно не ношу лак больше одного-двух дней. Поэтому нет смысла мне искать что-то очень, что будет носиться долго. Я люблю менять цвета на своих ногтях часто. Поэтому удовлетворил он меня по всем пунктам. Не был в каком-то одном смысле таким уж замечательным. Когда у меня оставалась примерно треть бутылочки, он начал немножечко застывать и делаться не очень удобным для использования. Но я просто добавила сюда капли для восстановления лаков, которые можно купить совершенно запросто. Мои от Sashwit. И он прекрасно работал после этого. Совершенно рекомендую Sashwit капли. Я о них потом напоминаю в будущем. Вот это почти закончившийся продукт. Это Seate Underwear Base Coat. Это базовое покрытие для ногтей. Seate не то, чтобы очень дорогой бренд, но приличные довольно-таки. И они известны своими разными маникюрными эксцессами. В том смысле, что есть у меня пара продуктов от Seate, которые очень такие интересные. Например, они делают вот это ногти икру. Много. Когда это было популярно. Я вам покажу. У меня даже наборчик от них есть. Они делают другие разные вещи для ногтей. Ну, они известны именно своими китами, наборами по декорированию ногтей. Я этим, честно говоря, занимаюсь никогда. Но их лаки мне нравятся гораздо меньше. Еще меньше, если это можно так сказать. Не помню где уже. Я подхватила эту бутылочку базы для цвета, для лака. Ну, опять-таки, не могу сказать, что она плоха, но не могу сказать, что она что-то особенное делала для моих ногтей. Я все же ищу что-то более... Более с какими-то ощутимыми определенными эффектами. Все равно у меня ногти окрашивались. Она не защищала ногтевую пластину от окрашивания лаками. Она особенно ничего не подлечивала мне. Не делала мои ногти менее ломкими или более устойчивыми. Ну, не могу ничего, честно говоря, хорошего сказать об этой Сиатэ. Вот у меня вот немножечко еще осталось, но я даже не буду ее заканчивать. Я практически ее закончила. Просто надоело мне пользоваться тем, что непонятно, какой эффект имеет. Если имеет какой-то, хотелось бы попробовать что-то более эффективное. Поэтому это идет в пустые баночки. Если я еще немножечко поколупаю, здесь совсем чуть-чуть осталось, наверное, на пару маникюров тоже уйдет. В пустые баночки. И от двух лаков я избавляюсь. Первый лак, это Стас мне бесплатно, и он мне очень не понравился. Это лак Персонелли в цвете Carbone, Charcoal, то есть угольный. Вот он такой вот с серебристым шиммером, серый, темно-серый. Казалось бы, прекрасный лак. Хотела я, чтобы он работал на меня и на моих ногтях, чтобы выглядел хорошо, но, к сожалению, не сработал совсем, потому что был, ну, очень непигментированный. После трех слоев у меня все еще были проплешины на ногтях. После этого я решила, что не стоит он того, чтобы с ним удохаться. Это лак, это лак от марки Персонелли. На мой вкус у них плохие лаки, довольно-таки никчемные, плохо пигментированные. Из тех, что я пробовала, пробовала я немного, потому что попробовав пару цветов, решила, что больше от них ничего брать не буду. И вот этот мне попался бесплатно с покупками. Вот. Ну, и тиху на него. Хочу передать кому-нибудь. Может быть, кто-нибудь другой будет пользоваться. Я нет. Даже не знаю, кому могу передать, потому что продукт плохой. Зачем ему кому-то еще отдавать? Знаете, я думаю, тоже выброшу. Поставлю его в пустые баночки, и пускай он идет на выброс. Я думаю, даже не стоит никому отдавать. Ну, просто неприятно отдавать плохой продукт. И далее продукт неплохой, но не подошедший мне по тону кожи. Это NCLA Fanny Lickman коллекция. Это алимитированные издания. Прекрасного качества лак, должна сказать, в цвете некель. То есть голый. Вот он. Это действительно очень нюдовый оттенок, но он подошел бы кому-то, может быть, на тона 2-3 темнее меня. Это был бы на них прекрасный нюд. На мне же он желтит. И получается, что у меня то ли цирроз в печени, то ли гепатит, то ли еще какая-нибудь проблема печеночная и желтуха пошла. В общем, не очень подошел, просто по тону. А так к лаку претензий нет. Вот вы видите, каков он. Я думаю, с загаром бы он мне подошел. Но загар у меня бывает никогда практически не бывает, потому что я не загораю совсем. Я берегу кожу. И получается, что бледная я хожу весь год. И поэтому вот этот оттенок, конечно же, просто нет смысла держать у себя. Вот этот я с удовольствием кому-нибудь передарю, потому что он действительно хорош. Хороший лак, хороший бренд. Никаких нареканий не имею, а именно просто не подошел. И два лака в мою коллекцию перекочевываю, потому что я решила попробовать вот эти новые лаки от Эсси. Может быть, вы видели. Кажется, они Жаль Кутюг называются. И решила я попробовать его в очень носибельном варианте. Здесь два лака. И это очень носибельный вариант для меня. Темного осенне-зимнего лака. Вот такой вот фиолетовый. И этот цвет называется 350 Galavanting. Прекрасный цвет. И действительно неплохого качества лак. Я еще не разносила его. Только попробовала на ромашке. Маникюр еще с ним не делала. Но на ромашке мне понравился. Он нанесся очень хорошо, ровно в два слоя, без всяких проблем, без всяких пузырьков и подобных неприятностей. Как раз-таки как и должен наноситься лак. В общем, попробую и дам вам знать, как этот новый Жаль Кутюг работает. Более того, должна сказать, что меня интересуют всегда лаки, которые претендуют на то, чтобы выглядеть как гелевые лаки. Мне этот лук на ногтях как раз-таки очень нравится. Я люблю разные полупрозрачные, желейные, гелевые. Но не до того, чтобы идти и делать себе гелевые ногти. Этого я не люблю. Во-первых, во-вторых, я очень часто меняю цвет. А в-третьих, не люблю, когда что-то нарощенное у меня на ногтях пробовала, не понравилось. И второй, это, конечно, не белый, а это Топ Коуд. Поскольку у меня закончился, я решила попробовать еще один от Эсси. Именно вот этот. Это цвет 00 Топ Коуд. На него очень неплохие ревью. Я думаю, что наверняка он будет чем-то похож на джелсеттер. И, кстати, и в том, и в другом 13,5 мл. Вы видите, что бутылочки одинаковые, только это перекрученное немножечко. В общем, попробую я этот гелевый лак вместе с этим лаком красно-ягодным, глубоким, прекрасный цвет. Мне очень нравятся такие цвета. И попробую его с другими лаками, расскажу вам, как работает. На этом все на сегодня. Всем пока!